В Ижинском районе продолжается глобальная реконструкция стадиона «Бумажник». Там завершается первый этап. Уже установлена входная группа, заменены опоры освещения. Причем впервые это светодиодное оборудование. Оно позволит в 8 раз уменьшить потребление электроэнергии. Визуальные перемены с посадочными местами. Вместо деревянных сидений трибуны теперь состоят из 3980 пластиковых кресел. 40 мест организовано для инвалидов. В данный момент происходит завершение первого этапа строительства, реконструкции стадиона в Ижинском районе. Видно, что атрибуты сделаны из сборного железобетона. Установлены пластиковые сидения. Идет монтаж перил, ограждение из полированной нержавеющей стали. Идет выполняется обшивка композитом входной группы фасад. К следующему второму этапу подрядная организация приступит лишь в 2020 году. Согласно проектно-сметной документации на Ижинском стадионе, заменят ограждение систему дренажа под футбольным полем. Постелют здесь искусственный газон. Он потребует меньшего ухода, чем живая трава. К слову, все эти годы весьма заболоченные. Современное покрытие установят на беговых дорожках. Таким образом, полное обновление спорта-объекта завершится в 2021 году, к столетию Коми. Об этом нам рассказал гендиректор Сыктывкарского ЛПК, заказчик и спонсор всех работ. Это были подарки именно Республики Город. Значит, через год по праву передадим наш стадион Республику. Сейчас стадион востребован не только среди работников МОНДИ, но и поклонниками здорового образа жизни с утра до вечера. Он в открытом доступе. Многие приходят погулять, побегать, позаниматься на тренажерах. В зимнее время здесь заливают каток для организации массового катания. Ожидается, что по завершению реконструкции на поле стадиона, возможно, будут проводить и спортивные мероприятия федерального уровня.